Самая низкая ставка. Кредит в Альфа-банке от 4%. Оформите онлайн и получите деньги уже сегодня. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Прямо сегодня. Чёрт возьми, прямо сейчас. На ТНТ стартует третий сезон шоу «Музыкальная интуиция». Итак, я впервые за три сезона меняю правила. Новые звёздные команды вновь готовы проверить своё шестое чувство и угадать, кто из десяти незнакомцев по-настоящему поёт. Я поняла! Я поняла! Поняла! Реально, блин! А кто всего лишь делает вид? Участники будут стараться одурачить звёздных гостей. Запутать, обмануть, может, даже запугать. Ой, ё-моё! И только я, только я смогу направить их на верный путь. Так, вы все сядьте, вы уходите. Всё! В конце программы звёздным капитанам предстоит исполнить свою песню в дуэте с одним из наших участников. А каким получится этот дуэт, зависит только от музыкальной интуиции. В путнях спокойно сверху. Флазк... У нас капитан не поёт! Настройте свою музыкальную интуицию на талант и веселье. Раз, два, три! Поехали! Дурацкая передача, конечно. Всем привет, друзья! Всем привет! Ну, конечно же, привет! Это новый сезон самого зажигательного детективного шоу «Музыкальная интуиция». Я её скромный и лучший ведущий Азамат Мусагалиев. Всем привет, друзья! Как и всегда, в «Музыкальной интуиции» мы будем отгадывать хорошо поющих людей, но иногда будут попадаться и те, чьи вокальные данные давно покинули чат. Чат-чат. Проводить шуточное музыкальное расследование будут профессионалы своего дела, у которых сегодня нет работы. Хватит так смешно шутить. Друзья, итак, первое трио. Оказывается, слонята сосут свой хобот, так же, как дети сосут свой палец. Эти и другие факты рассказала нам в гримёрке ведущая шоу «Звёзды в Африке». Ольга Бузова! Всем привет! А можно сразу спросить? Точнее, попросить свою команду всегда меня поддерживать. Всегда? Что бы ни происходило. А что бы ты ни сделала, Сергей Оль, мы тебя поддержим. Правило, и это правило действует не только здесь, но и потом по жизни. По жизни. То есть вы уже в хэштеге «Моя любовь всегда с нами». Хорошо, всегда тебя поддерживаете. Это твоя единственная просьба? Или тебе нужен ещё маленький пухлый армянин рядом? Мне нужно, чтобы правило «Красавчик, помоги» сегодня тоже действует. Конечно. Я вам только для того, чтобы помогать. Но давайте познакомимся, Оль. А, я Оля. Да. Это Антон. Очень приятно. Я сейчас всё сделаю. Это мой хлеб. И бери микрофон, давай. У нас в гостях единственный юморист одного уровня с Филиппом Киркоровым. Антон Шастун! Спасибо. Привет, 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 привет. Браво! Браво! Именно благодаря этому гостю наши кресла кажутся такими огромными. Артём Муратов! Не задел никого. Вот так. Ну что ж, против этой сплочённой тройки сегодня сыграет не менее сплочённое трио. Его творчестве я заметил одну несостыковочку. Когда он поёт женщине, что не танцует, он танцует. А в остальном всё нормально. Певец, поэт и просто вау. Человек Стас Костюшкин! Спасибо большое. Спасибо огромное. И у меня тоже просьба. Так? Чтобы мы выиграли. Просто не лезьте, я всё сделаю сам. Всё, отлично. Следующие гости чистенько приходят ко мне проверить свою интуицию. Всё-таки человек замужем. Марина Кравец! Марин! Всем привет, 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 привет! Не знаю, сможет ли он угадать, кто из наших участников поёт, но он точно сможет угадать, кто из них не женат. Ведущий шоу «Холосяк» Михаил Белянин! Привет, привет! Привет, Ната! Миш, мы не смогли воссоздать здесь ни Дубай, ни Мексику. Ну, постараемся. Тебе комфортно? Ты знаешь, сейчас, наверное, девушки выйдут и станет покомфортнее. Или вас по-другому здесь? У нас чуть-чуть по-другому, никаких роз, ничего. А, ну, я-то... Можно сидеть отметь, нормально? У меня-то просьба. Опа! А это началось всё с меня. Как корабль назовёшься? Вообще всё началось с тебя, Оль. Всё началось с тебя. И вообще идея этого шоу о поющих и не поющих тоже началась с тебя. Надо гадать. Оль, а как часто ты полагаешься на свою интуицию? Вот смотрите, что я заметила. Я провела анализ. Так. Я поняла, что когда я реально выключаю мозг, включаю Бузову, и первая мысль, которая у меня возникает, первая мысль, она всегда правдивая. Потом я начинаю думать, да ну нет. Начинаю думать, и как только я совершаю эту ошибку, как только я начинаю думать, всё, интуиция пропадает. Поэтому... Это наш капитан! Да! Отключаем мозг! Выключаем мозг! Мы не будем думать вообще! Выключаем мозг, включаем Бузову! Всё! Друзья, друзья, через некоторое время перед вами появятся 10 отобранных мной участников. Одни просто потрясающе владеют своим голосом, другие восхитительно делают вид, что поют. И, кстати, среди них может быть даже автор-исполнитель собственной песни. Следуйте своей интуиции, выключайте мозг, говорит Ольга. Включайте Бузову, и давайте уже играть. Вы готовы встретить наших участников? Да! Вы готовы встретить наших участников? Да! Мы готовы! Ну так встречайте! Вот они! Вау! Как круто! Как на двоих концертах! Оль, ты уверена, что мы должны полагаться на то, что ты первая подумаешь, когда появятся участники? Потому что даже мы с Артёмом чуть-чуть об этом подумали. Не хотелось бы признаваться, конечно, но да. До чего дошла техника, видите? И тут я, и там. Уважаемые команды, ваша задача угадать, кто из наших игроков настоящий певец. За каждый верный выбор команда будет получать деньги, а за неверный получать... Не получать, это логично, кстати. Зато даже в этом случае 10 тысяч рублей уйдут в банк ваших соперников. И самое приятное, весь денежный приз отправится на благотворительность, за что вам огромное спасибо. Ну и в финале. В финале вечера наши капитаны споют дуэтом с участником, которого сами себе выберут. Я уже знаю, с кем я хочу спеть дуэт. Да понятно, что медбрат тебя сразу зацепил. Понятно. Ну что ж, самое время сейчас как раз-таки открыть ваши блокноты. Так. Ну и записать мои подсказки. Я озвучу вам короткие факты про наших участников. Будьте уверены, всё, что я вам скажу, это чистая правда. Это true, это истина в последней инстанции. Номер один. Валентин. Валентин-переводчик. Раньше частенько забывал слова песен и переходил на птичий язык. Номер два. Елена. Написала трек Стасу Костюшкину. Ого. Да. Он не ответил, но сегодня они всё равно встретились. Номер три. Груам. Парфюмерный сомелье. Может уловить нотки сандала и взять нотки Дорэми. Номер четыре. Наталья. Специалист в космической сфере. Хочет открыть в своём лице новую звезду. Номер пять. Никита. Годами тренировался петь в душе. Пришёл к нам сразу после очередной тренировки. Никита, ты победил. Другими словами, чистый. Номер шесть. Анастасия. Если кто-то хочет с ней выступить, он должен соответствовать её уровню. Вот так вот. Номер семь. Родион. Профессиональный хоккеист. После матчей снимает стресс в караоке. Номер восемь. Лана. Привыкла выступать на сцене с коллективом, поэтому сегодня мы готовы сделать для неё исключение. Номер девять. Алексей. Рентгенолаборант. Видел Бузову насквозь. А? Где? Опа. Опа. И что у неё там? Видимо там, где есть рентген и куда ты пришла. Ну я делала рентген, у меня были два года назад трёбра, трещина. Вы там мне делали? Он не ответит тебе. А вы что со мной не разговариваете? Оль, они не могут пока с тобой разговаривать по правилам нашей игры, чтобы ты не догадалась. После того, что он видел, он не хочет с тобой разговаривать. Конечно же, конечно же, конечно же, конечно же, наш внимательный зритель спросит, а за мать-ка, а почему тут только девять участников, а где же десятый? Ну, Джокер появится лишь в финале программы, чтобы добавить в эту игру некую интригу, интрижечку. А пока начинаем самое музыкальное расследование из всех расследований. Готовы? Да. Давайте начинать. Ну что, есть какие-то размышления уже? У Оли есть. Оль, ну давай отталкиваться. Слушайте, ну смотрите. Тактика, первое, что почувствовала, давай. Ну я увидела полуобнажённое тело, это первое, что я увидела. Полуобнажённое тело. Стас, у тебя какие размышления? У твоей команды? Ты знаешь, мне это дурацкая передача, конечно. Спасибо за оценку. Я реально, я уперся в этого качка, думал, вот мы с ним дуэтом. Стас, ты так работал 10 лет. Да, я подумаю, вот он человек. Я говорю, что вы думаете, вот же поющий. Нет, а вот смотри, есть девушка, которая написала трек Костюшкину. Да. Давай подумаем, она же, ну... Это точно не поющий человек. Да. Но смотри. Поющий мне ни разу не писали ничего. Слушайте, а вот девушка, вот под номером 6, смотрите, какая интересная мысль. Она сказала о том, что она ищет себе человека, который соответствует её уровню. То есть, либо она очень любит заниматься самовнушением, либо она действительно на хорошем уровне, да? Да, Оль, ты не обманула, мысль действительно интересная. Друзья, пора начинать первый раунд знакомства. Ой, сейчас красиво будет. Он как делает. Смотри, смотри. У-а-а-а! Гениально! Гениально! Музыкальная интенсия. Самая низкая ставка. Кредит в Альфа-банке от 4%. Оформите онлайн и получите деньги уже сегодня. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Первый раунд знакомства. Ой, сейчас красиво будет. Как делает он? Смотри, смотри. У-а-а! У-у-у! Послушайте правила первого раунда. Первое знакомство – это значит, что каждая команда может выбрать двух участников, любых из всех девятерых, двух участников, с кем познакомиться поближе. Поближе мы можем познакомиться путем просмотра видеопрофайла. А затем вы уже должны будете назвать мне номер участника, который, по вашему мнению, хорошо поет. За правильный выбор в этом раунде вы получите 30 тысяч рублей. За неправильный выбор 10 тысяч рублей получит команда ваших соперников. С кого мы начнем? А начнем мы с команды... Стас Костюшин. Давай! Поехали. Так. Ну что? Так, а что у нас... Вот я бы предложила, но вы можете согласиться. Так. Номер 6. Я бы послушала Анастасию. Вот узнала про нее что-нибудь побольше. Про ее уровень? Да, да, да. Ну да, и то, что татуировка на груди. Или это мой автограф я оставлял когда-то, я не помню. Это твой поцелуй. Вообще это красивая композиция, и реально очень сложно смотреть на остальных участников, кроме одного. А под полотенцем есть что-то? Понятия не имею, Оль. Ты думаешь, я реально заморочился и пошел посмотрел, есть ли у нее что-то в полотенце? А мы можем у рентгенолога спросить. Да, кстати. Давайте решим. Мне кажется, Анастасию точно нужно, да, узнать про нее какую-то информацию? А кто вам еще интересен? А вот смотри, ГРУ, ОМ. ГРУАМ? ГРУАМ. Я могу по росту определить тембр голоса. Серьезно? Да. Вот ты вот так вот заявляешь? Да. Я знаю, что все невысокого роста, это скорее всего, мальчик вот тот, этот сенат. Седьмой? Да. Номер 7? Да. Третий ГРУАМ, да. Я думаю, что это низкий голос. Серьезно? Это чисто физиологию в консерватории научили, прошу прощения. Пацан, который культурист, у него короткое дыхание и скорее всего может вообще не вокалист. Не растраивай его, Олю. Да. Как ты определил короткое дыхание? По прессу. У него короткое, что у него короткое, прости, не расслышали. У него все остальное длинное, а дыхание короткое. А как ты это понял? Я по прессу, когда пресс, дыхание короткое. То есть он не поет, скорее всего? Он поет, но... Получается, у тебя тоже короткое дыхание? Я, кстати, у меня короткое дыхание. Какое у меня короткое дыхание, вы бы знали. Итак, два участника. Давай, значит, Анастасия, это номер 6. Анастасия, номер 6. И? Мне... Да, мне все-таки Лана, да. Хорошо. Лана, номер 8. У нас тогда будут две девушки, да. Итак, смотрим. Номер 6, Анастасия. Номер 8, Лана. 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 Анастасия, 23 года. С детства Настя была настоящей бунтаркой. Она саботировала походы в музыкальную школу и ушла из хора, потому что ее голос пытались исправить. И как они не поняли, что Настя неисправима? У Анастасии непростой характер, поэтому всю жизнь она встревала в конфликты. В школе часто бывали драки, а на работе ее недолюбливали и распускали слухи. Все потому, что Настя яркая и неподражаемая. Это, кстати, ее цитата. Анастасия категорична, поэтому требует всего лучшего и от себя, и от окружающих. И даже от выступления на фестивале немецких сосисок она взяла максимум. А именно, вкуснейший хот-дог в качестве оплаты. Неудивительно, что если кто-то хочет спеть с Настей, он должен соответствовать ее уровню. Но что, капитаны команд, пора бороться за право спеть дуэтом с Анастасией. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть что сказать? Ну, я думаю, что Анастасия, может быть, и поет, но в какой-нибудь такой очень обычной манере. Там какой-нибудь гроулинг или что-то. Да, какой-то хардкор, скорее всего. Вот что-то такое, что... Но поет. Что нам будет казаться, что не поет, а Оля скажет, что не поет. Поэтому... Ну, если ее голос хотели исправить, да, но она пела, как пела, мне кажется, она стояла на своем и прям прикольно что-то выдавала там в хоре. Нет, ну, если честно, я... Нет, я понимаю, о чем говорит Михаил. Михаил, да, здравствуйте. А, потому что если послушать половину наших артистов, я думаю, музыкальные педагоги половину бы хотели бы исправить. Исправить, конечно. И подачу. Но у них есть фишка, возможно, она об этом говорит. Знаешь, когда я заканчивал музыкальную школу, я сдал сальфеджио, и учитель по сальфеджио сказал... Сейчас, подожди, мы сделаем черно-белом. Стасик, у меня к тебе всего одна просьба. Никогда никому не говори, что ты учился в нашей музыкальной школе. А когда я заканчиваю... А, я же не заканчиваю. Молодец, молодец. Итак, смотрим видео про Лану. Номер 8. Лана, 27 лет, хореограф. На танцы Лану привела мама. Это был джаз-модерн. Но бойкая девочка не хотела ничего, кроме хип-хопа. В итоге со своей командой она посетила мировой чемпионат в США. Как говорится, your life, your rules. Уже 10 лет Лана работает хореографом и преподает взрослым и детям хип-хоп. Уличная культура стала частью жизни нашей участницы. Даже замуж она вышла за рэпера. Вместе они писали песни, снимались в клипах и собирались записать совместный трек. Но расстались раньше. Теперь Лана поет их общей дочке колыбельные собственного сочинения, а бывший муж читает ей рэп. Кстати, это вообще законно? Лана часто работала в коллективе, поэтому точно знает, что серьезная поддержка будет у нее и сегодня. Так что освободите танцпол и дайте шуму! Хорошее чувство ритма, если джаз танцует. О чем вы там шушукаетесь? Ну-ка, давайте, выкладывайте. Но мы думаем, может ли человек, который хорошо танцует, хорошо петь? Можешь? Посмотрите на меня. Мы посмотрим. Конечно же, можем. Слушай, ты знаешь, давайте так. По совокупности всех наших каких-то с вами мышлений, я считаю, что она танцует джаз, значит, естественно, чувство ритма есть. А все, кто танцует джаз модерн, они про себя пропевают. Это я точно знаю, они не могут не петь, потому что иначе они не будут танцевать. Другое дело, попадает ли в ноты. Это вопрос. Но мы можем сейчас никого не выбирать, мы посмотрели информацию про двоих участников и дальше думаем. Любого участника, который, по вашему мнению, шикарно поет. Итак. Я считаю, что все-таки шестой номер поет. Очень интересно послушать шестой, да? Надо, чтобы принял решение, Кэп. Что скажешь? Миша, так как я с удовольствием скажу, ну я-то тебе говорил? Да, да, да. Пусть поет шестой, хорошо. Пусть шестой. Ваш выбор. Номер шесть. Номер шесть, кнопка. Но мы же можем... Выбор сделан. Друзья, команда Стаса Костюшкина выбирает участника под номером шесть. Анастасия. Анастасия, пришло время узнать, как поешь ты. Ну давай. Ничего себе. Какой выбор. Ага. Это пока что вступление. Да. Мы слышим. Давай, Настя. Нет, 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 она не поет. Что они хотели исправить в хоре? Идеально, идеально. Девчонок, будешь ты выбирать, девочек. Соберем. Настя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я ходила в музыкальную школу по классу фортепиано Естественно, там был академический вокал Но так как я занималась уже в своей манере, в эстрадной Мне просто это не подходило Я боялась, что мне испортят голос и так далее Молодец, не ходи, это идеально было Было очень круто вообще Не ходите в вашу школу Как из такого маленького тела столько звуков? Вы помните, что я сразу сказала? Я же сразу сказала, что Настя поет Наградить, срочно наградить Потому что она ищет себе подстать А ты сомневался, Стас? Я? Да Стоп Я сомневался в Мишу Но теперь Я был уверен А теперь я еще и в Мишу уверен Мы с Настей такие сделали Я впервые заработал деньги, когда кто-то другой поет Это хорошо Это было так красиво Неплохая тенденция Спасибо, Настя, огромное Спасибо вам огромное Вы прекрасно поете Эти аплодисменты вам Я помогу 30 тысяч рублей Я вас поздравляю 30 тысяч рублей Ваш черед Оль, ну смотри Поскольку ты про Настю сразу Вот первое, что пришло тебе в голову Ты сказала, что она поет Соответственно, нужно сейчас пройтись по всем И сразу записать, кто поет, кто и нет Итак, поехали Валентин Поет Елена Да Подождите, мы тоже записываем Елена Гроуам Амоурян Нет Гроуам Ау Не поет Не поет Наталья Да Записал Никита Мы его ставим Он будет стоять у нас всегда Не поет, но поет Пусть стоит Никита, пусть стоит Слушай, звучит как тост, пожалуй Чтоб Никита стоял и деньги были Никита, держись Держись Ты надолго Родион Да 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 Записал Лана Да 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 И Алексей Да Да Получается, только Гроуам не поет Все остальные поют Записал Проверьте его тогда Мы вас раскусили Мы всех изучили Устроили передачу Поюсих понабрали Мы еще не видим Так, ну и что, кого мы смотрим? Ну Давайте первого посмотрим Двух участников мне нужно Давайте Валентина и Слушай, Алексей, мне кажется, просто отводят нас вот этими костюмами врачебными Алексей Давайте посмотрим Валентин и Алексей Номер один и номер девять Да Валентин и Алексей Давайте посмотрим А ты реально записал мои ответы все? Конечно Валентин, 23 года, студент Валя учится на переводчика и мечтает быть ближе к известным персонам Возможно, работать на переговорах первых лиц государств Или синхронно переводить иностранных звезд Но это сейчас Валя делает упор на английский Зато раньше его спасал исключительно птичий язык На школьных мероприятиях он частенько выступал с зарубежными композициями Но ни одну не помнил наизусть Поэтому заканчивал он всегда на каком-то своем неведомом языке Главное, девчонка нравилась А птицы, возможно, его даже понимали С тех пор уровень английского Валя подтянул Да и вокально это уже совсем другой человек Сегодня Валентин выступит на языке своей души А язык тела поможет ему с танцем Надеюсь, мы все поймем без переводчиков Это Валентин Еще и английский знает, и птичий знает Ну, пылеглот, конечно У меня реально есть ощущение, что он поет Я не знаю почему Ощущения? Мы посмотрим Алексея и примем решение И примем решение, давайте А, музыкальное ощущение Шоу музыкальное ощущение на ТНТ Внимание, смотрим про Алексея Алексей 30 лет Алексей всегда мечтал работать в медицине Он смотрел сериалы про больницу И считал, что врач это безумно сложно Но истерически весело А вот не надо было мешать серии доктора Хауса и интернов Во время учебы в медколледже Леша впервые вышел на сцену И уже не смог ее забыть Однажды ему даже предложили работу Бэк-вокалиста в караоке Но Алексей отказался И не зря Сейчас наш участник Рентгенолаборант Если вы вдруг не знаете То это лаборант Но только в рентгене Именно там Леша впервые соприкоснулся С шоу-бизнесом А именно сделал снимок Ольги Бузовой Тогда Алексей узнал, что она Такой же человек, как все мы По крайней мере, внутри А скоро Леша уже сам сможет спеть для всех нас И уверен, он будет просто светиться от счастья Оль, что за подстава? Вот это да! У тебя внутри то же самое, что и у нас Наконец-то Алексей узнал, что я человек Наконец-то Теперь Будьте добры Назовите мне номер участника Который, по вашему мнению Хорошо поет Смотрите, у нас есть схема Определенная Есть все-таки Да, я считаю, что поет и Валентин, и Алексей Так Но Но Артем уверен на миллион процентов Что это точно Алексей Я В очередной раз Доверюсь мужчине Я мужчина Ты в очередной раз доверяешь мужчине? Нет Они тебя никогда не подводили Ни разу Ни разу, да Но я его сказала сразу еще Когда вы просто делали Вкидку Если что, вини меня Я тебя уговорил, как будто бы Да, пускай я буду виноват Давай О, супер Но Оля сразу, сразу приметила его О, супер Если что Супер Артем Край Выгодно? Выгодно, выгодно Все, нормально Все, видите, меньше слов, больше дела Я выбираю номер 9 Виноват Артем, если что А если я права, то я молодец Итак, номер 9 Выбор сделан Выбор сделан Артем, берегись Номер 9 Алексей Алексей, я-то знаю Им покажите Как поете вы Пожалуйста, пожалуйста Ну давай Все надежды на себя Он поет стоп-удо Смотри, как он улыбается Как улыбается Смотрите, он как стоит Настоящий артист Смотри, пресса нет Значит, у него глубокое длинное дыхание Это моя песня Ого Это моя песня Ау, вы здесь? Один из самых рейтинговых проектов ТРТ Да ты чё? Сериал, получивший премию Тэфи Капец, как круто! И комедия с женщиной года в главной роли Пафосно, но по делу Эта история могла бы длиться вечно Ольга Оль Оленька Чучоль Оль Оля Ольга Но у всего есть конец Слушай, выпусти меня Клянусь, больше не увидимся Ольга Финальный сезон С 10 апреля В 8 вечера На ТНТ Зазовите мне номер участника Который, по вашему мнению Хорошо поет Я выбираю номер 9 Виноват Артем, если что А если я права, то я молодец Это моя песня Ого Это моя песня Твоя? Это моя песня Нет, он не поет, короче Он не поет, значит Скорее всего, он не поет Но он не поет Это Олина песня Боже Всё, можешь не начинать Попал я пар от моих мыслей Не присылай Больше мне свои письма Ты не попал Или это твой выстрел Один в один Был не тому Тебе что-то не нравится Всё, классно Нормально А мне какая разница Ведь вновь не полюбиться Как ни крути, дорогой Молодец! Бабай! Так в жизни случается Любовь не получается А значит получится В чем-то другом Ты не попал Кипа от моих мыслей Не присылай Больше мне свои письма Ты не попал Значит мимо твой выстрел Слышишь амур Ты не попал Кипа от моих мыслей Не присылай Больше мне свои письма Ты не попал Или это твой выстрел Был не тому Тебе что-то не нравится Нет, всё нравится Всё нравится Всё нормально Всё нормально Алексей Господи, как похоже Маленькая браво А как это важно Тебе что-то не нравится Мне какая разница Ведь мной не полюбиться Как ни крути Вот прям супер же спел Самое главное смысл Алексей спел Очень близко к оригиналу Тебе что-то не нравится А ему какая разница Песни вообще претензий нет Вообще никаких претензий нет Вообще и к вашему выбору Алексей спел как мог К твоему выбору Я хотел, чтобы прозвучала твоя песня Алексей, расскажите нам о себе Я в Еринген Лабрант Работаю уже давно в Рентгене И у меня, да Разделилась жизнь на то и после Когда ко мне пришла Ольга Игоревна Что у него внутри? Я не могу сказать Это врачебная тайна О, молодец Нет, кстати, на самом деле После визита Я стал очень сильно Нет, кстати, на самом деле Я скажу что-то у нее Я очень стал поклонником После УЗИ? Классная Такая живая Мне так понравилось Я такой Я хочу еще раз увидеть Как бы у меня побывали на работе Теперь я у вас Вот так Один-один А где у Ольги локализуется голос? В душе Оля, тут любовь вообще просто Да он влюбился просто Он влюбился, конечно Сфотографировал Ольгу Увидел душу Как и у всех людей Кстати, у нее Ольганы А не Ольганы Внутренние Ольганы Внутренние Ольганы Эти аплодисменты вам Вас поздравляем Спасибо большое Спасибо большое Спасибо С дебютом Ну что, дорогой Ты расстроилась Расстроилась Не расстроилась Чего? Вы не попали В хит-парад В хит-парад мыслей Вы не попали А это значит 10 тысяч рублей Команде Стаса 40 тысяч 0 тысяч А это, знаете Это наша тактика Это наша тактика Это ваша тактика Конечно Все так говорили Друзья Сейчас Сейчас Участники Наконец-то выступят На сцене Уже на сцене Правда Сделают они это За ширмой Наш раунд называется Силуэт Силуэт Это должно быть легко Нет Силуэт Команды В этом этапе Вам нужно будет Просто выбрать Двух игроков Чьи выступления Вы хотите увидеть Правда Посмотреть вы сможете Только на силуэт участника А петь он будет Под фонограмму Возможно записанную Даже другим человеком На кону в раунде Силуэт 50 тысяч рублей Так Играем с командой Бузовой Да От нашей команды Есть одна просьба Наш капитан Она очень настаивает Посмотреть на силуэт Никиты Мы не понимаем Что именно Она имеет ввиду Но Не исключено Что он За ширмой Он снимет полотенце Нет И тогда мы увидим Чуть больше Знаете Я вот Вы сейчас Все обалдеете Вот Никита Реально офигенно поет Я вот чувствую Но мы пока посмотрим Так мы посмотрим Силуэт Никиты И кого еще И давайте посмотрим Кого Номер 3 Груама Груам Сомелье Никита и Груам Да Да силуэты Никиты и Груама Заверните 3-5 А с кого начнем Что за вопрос С кого начнем Я просто знаю Посмотрим Никиту Потом вы не хотите Будете смотреть Груам Теперь Груама Смотреть Вот так А может наоборот Вот Я тоже всегда Ел не очень вкусное А потом вкусное Итак Смотрим Смотрим Силуэты Номер 3 Груам И номер 5 Никита Да Да Груам И его силуэт Внимание Смотрим Что думаете Не-не-не Брэй да Брэй Нет Такой голос Как будто это его Надо сразу Уходить Чтоб никто Не привыкал Ярко-желтые очки Нет Ну это не его Это не его голос Это не Развесенные зрачки Он как-то неуверенно Держит микрофон Как-то Вот так Вот двумя пальцами Держит Массивы Я ухожу Ухожу Красиво Он держит микрофон Вот так Двумя пальцами Смотри как модно Модно Ну типа да Как ты это увидела А Двумя Да вот Двумя Двумя Не поет Красавчик Да Хорошо все было Финал Классно Ведь важно не только хорошо начинать Но и заканчивать А как он ушел Говорить можно Да Только со мной Вы прикалываетесь Это артист Смотрите Он закончил Он так только артист Стас Ну согласись А я в артистах ничего не понимаю Настоящий артист Настоящий артист Он когда заканчивает Есть точка Покажи свою точку Он не сразу Ну у меня вот так Ага Да И ты так долго стоишь потом? Ну я наслаждаюсь Пока аренда зала не закончится То есть артист делает точку Не ну Я с тобой согласен Что артист если закончил Ну он закончил У него есть точка Да У него есть точка Мы сделаем эту точку Если угадаем И знаете что еще очень важно Он очень круто держит микрофон Очень свободно Не так классически Ты например держишь И я держу тоже вот так классически Потому что я очень много танцую Он как-то да Вот так Ну типа Да Играючи Да Как сестры Зайцевые Так Ну так большие артисты делают Играются с микрофоном Спасибо Груам Смотрите даже сейчас Как он держит микрофон Аплодисменты Груаму На самом деле я не знаю Мы опираемся только на микрофон И на точку И все Я вообще ни на кого Никогда не опираюсь Я вообще не понимаю Сейчас Сейчас ваша жизнь изменится На до и после Друзья мои Друзья Сейчас небольшая реклама Вы тоже должны нас понять Ведь если бы не мы Вы бы опять смотрели Сашу Таню Это невероятная схватка Лучшие из лучших Девять сильнейших экстрасенсов страны С возвращением Экстрасенсы Битва сильнейших Первого апреля В 19.30 Премьера На ТНТ Музыкальная интуиция Пока не трогайте А можно я стану зрителем на секундочку За ширмой Итак Силуэт Никиты Смотрим Музыкальная интуиция О, красиво Класс! 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 И это правда в том, что катер нас причалил так-то Наслаждались дождем, пока другие мокли Ты сделала мою весну, а я не знаю, смог ли настроить Мне нравится Он поёт? Нет Он точно не поёт А, нет Он разлучает нас разлучает август Просто деревяшка вот такая Я культуристом вот этот Что ты думаешь? Блин, ну мне кажется, он деревянный Я одного знаю Это Костюшник Но он не очень чётко двигается Спокойно, спокойно Я не могу держать её Видишь, девочка моя Скульптуристом двигается только я Он взял полотенце, смотри Вот это бонус телезрителем, конечно Там ничего не было Там был микрофон всё это время Там не было? Не было Как у куклы, как у куклы всё запаяно Так, Оля, стой спокойно Ну что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вы все смотрели внимательно за выступлением силуэта Никиты Внимательно всех смотрела Ольга И внимательно всех смотрел Стас Встать Да, да, да Видел в нём конкурента Настоящие певцы Даже не певцы, а люди, которые любят музыку Они на самом деле поют везде Вот я тоже пою и в душе, и в душе, и в машине, в гримёрке Мне не важно, нравится, мне нравится Я кому-то Я пою всегда Ну ты в душе так же поёшь? Ну я пою в душе Ты тоже стоишь, стоишь и микрофон неожидан Опа И пошла Я считаю, что Никита должен пойти постоять ещё Настояться 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 Спасибо, Никита Мы провожаем вас Слушай, ну они, похоже, оба нет У меня не костюм так Ну что ж Вот сейчас Момент Которому ушли весь этот раунд Никита на самом деле, пускай не обижается Он реально может петь Он может читать классный рэпчик Он может быть Иметь какой-то нежный Хороший такой голосочек А-ля R&B На самом деле я так ощущаю Но Пусть стоит Настояться Действительно Конечно, конечно Боюсь рисковать Потому что хочется Ну, хочется Заработать денег уже Да, хочется угадать Ну, правда, это же тоже Только спортивный интерес Конечно Ну, можно выбрать же кого угодно Ну, наверное, логично выбрать Груа Ну, зачем мы его смотрели? А мы можем вообще выбрать кого? Мы можем выбрать Валентина Потому что мы думали, что он тоже поёт Мы можем выбрать Лану Нужно назвать номер участника Груама Который для вас сейчас споёт Микрофон держал А я хочу, чтобы Оля сказала сама Оля, скажи сама Потому что мы ошибаемся Абсолютно точно Да Я доверилась мужчинам Так Ну, приложила ответственность Так Сейчас вся ответственность будет на мне Я вместе со своей командой выбираю номер три Ребята мне доверяют Номер три Груам Груам Да, я считаю, что он поёт Груам, пришло время узнать, как поёшь ты АПЛОДИСМЕНТЫ Многообещающий. Да, наконец-то, бабки. Выезжаешь сегодня, но не со мной. Стук-стук облучков, словно время назад. Охренеть! Разошлись, кто виноват? Может, это я, может, это я, может, это ты, может, это ты. Может быть, любовь, может быть, любовь не узнали мы. Ласковая моя, нежная, руки твои слом не нахожу. Ласковая моя, любимая, были мы с тобой, кто всему виной. Ласковая моя, нежная, руки твои держу, слов не нахожу. Ласковая моя, любимая, были мы с тобой, кто всему виной. Браво! Браво! Оля, это наша с тобой победа. Понимаешь? Ну, слушай, пробрало. Это было охренеть, это было очень хорошо. Браво! Браво! Точка, точка, забыл и точку. Слушайте, я поздравляю, грав! АПЛОДИСМЕНТЫ Да, конечно, если бы изначально так эта песня пелась, она бы не стала, конечно, такой популярной. Никогда. Ласковая моя. Заставил. Кто всему виной? Понятное дело, кто. Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, правильно я почувствовала по финальной точке, да? Да, финальная точка была моя. Это ваше, вас тут не учили педагоги, это вы зафиксировались и держали вот эту позу. Это очень важно. Да. Браво! 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 Поздравляем тебя! Удачи тебе! Спасибо тебе большое! Браво! Мы тебя провожаем! Аплодисменты громче, друзья! Оля! Богиня! Богиня! Муа! Это все она! 50 тысяч рублей! 50 тысяч рублей! Счет становится 40-50! Мы лидируем! Ну что ж, ваш черед, друзья мои! Ва! Ваш черед! А то вы засиделись, я смотрю. Стас хоть походил немножко. Мы не нервничаем, все нормально. Да. Ну что, давайте выбирать? Да. Давайте тоже Никиту возьмем тогда и... Что еще? Мы заинтересовались Ланой в какой-то момент. Ты хотел ее послушать. Да. Давайте посмотрим Лану, потому что это будет как минимум красиво. И хореиста. Наверняка Лана круто двигается. Итак. Иродион. Давайте, да, Лана и Родион. Давайте посмотрим силуэты участника под номером 7. Родион. И участница под номером 8. Лана. Ждем. За нашей ширмой участница под номером 8. Лана. Это выбор команды Стаса Костюшкина. Давай, Ланочка! Лана, покажите нам свой силуэт. Лана, давай. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну она хореограф танца. ОП! АПЛОДИСМЕНТЫ Она, кстати, может петь реально. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне кажется, это ее даже голос. Она поет? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СИГНАЛЫ БОГУ. АПЛОДИСМЕНТЫ Она продевала продевала, просто. Просто продевала. Нет, она на пару раз продевала, да. Она прям вообще не поет. Она вначале даже не ступила. Ну, прическа у нее такая же, как у тебя. Ну, да. Не ступишь, нет? Ну, она вначале прям даже не попала. Ну, кажется, мы сами себе... Сложно. Сами себе подложили собаку. Азаман, а можно вопрос? Да. Лана поет? Я не могу вам ответить на этот вопрос. Ну, можешь. Я могу, но я не хочу. Ну, на ушко скажи, на ушко скажи. Ну, хватит, что ли, пожалуйста, Мариночка. Мариночка пользовался моей... Красотой. Расположился к тебе. Здравствуйте, Лана. Это Лана. Смотри, движения были безупречные, да? Безупречные. Не попало пару раз. Куда? В шоу-бизнес. В гоу. В микрофон. О, вот ты тоже заметил? Конечно. А вам не кажется, это, может быть, хитрый трюк был? А зачем Лане топить нашу команду? Она за нас болеет. Она же за нас, конечно. Ей же важно нам. То есть, люди, которые поют, могут специально нас путать, специально не попадать в микрофон. Браво! Браво! Так. Ну, какие-то есть размышления по поводу выступления Ланы? Но мне кажется, что Лана поет. Тебе так кажется? Окей. Отпускаем Лану. Спасибо большое. Спасибо, Лан. Или нет? Приглашаем следующего участника. За ширмой Родион, номер 7. Родион, мы ждем ваш силуэт. Погнали. О-о-о! О-о-о! Молодая девушка Поет, поет, поет Давай его возьмем И он делает микрофон еще вот так Ну прям как надо Скажи, красавица Чего не нравится Пойми, ведь я всего лишь на всего Хочу тебе понравиться Тебе понравиться Тебе понравиться Скажи, красавица Чего не нравится Вот сейчас он не попал в микрофон Я думаю, что это вранье Вы видели? Да, да, видели Но сейчас он накосячил Он сделал микрофон вот так Но это может быть специально И точка была Точка была Это Родион Участник под номером 7 Это второй Родион в истории российской эстрады Да И по-моему И по-моему достоин первого Ну что скажете? Ну у нас мнения разделились Вот Стасу А это Стас А это Стас, да Ему кажется, что Родион поет Я не уверена Что-то Мне кажется, что Родион очень По караоке действительно походил Он с микрофоном это так делает А вот это вы заметили, извините Ну был момент Вот эту историю Никто еще не пел Фактор 2 Делая вот такие движения Скажи, красавец Не, ну может быть он действительно рэпер какой-то Потому что движение рукой Это вот в стиле мото Хамалин на войне Я обожаю Фактор 2 Я считаю, не до конца песню спели Потому что, ну, партию директора По ней все равно понятно Ну что, сынок Она понравилась тебе? Я огорчу тебя Друзья, мы отпускаем Родиона Спасибо большое, Родион Спасибо, пока Родион, давай Йоу, Родион, увидимся Ну что ж, вот сейчас, дорогие друзья Уважаемая команда Стаса Марин, Михаил Вы должны будете назвать номер участника Который, по вашему мнению, хорошо поет О, господи Ну что? Давайте номер один Валентин? Они же все говорили, что он Давай Валентина, хочешь? Я хочу Валентина Я первая сказала про Валентин 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 Валентин, номер один Кнопка Пип А, еще кто? Выбор сделан Валентин, номер один Валентин, пришло время узнать Как поешь ты? Ты сразу сказала? Сейчас, мы сейчас проверим Мы сейчас проверим Блин, ну когда так начинается медленно Мне всегда кажется, что значит поешь Волнуется, значит поет И хочет спеть как можно лучше Давайте, ребята Давай Вижу напротив, в той взгляд Он как наркотик и так Хочется громко кричать, что ты теперь не моя я устал искать тебя среди прохожих просто дай мне шансы я достану звезды и певать что это повсю невозможно сложно описать по коже снова звоню тебе не оппоненты я не себе чувство что нужно лишь только мне чувство что это лишь только пред мы в одном городе но далеко думать о нас утки день и ночь думать об этом не нелегко правда в том что правды нет и мне казалось что вокруг весь мир это бред о боже как смогла меня свести с ума как наркотик и так хочется громко кричать что ты теперь не моя я вижу напротив взгляд он как наркотик и так хочется громко кричать что ты теперь не моя вот почему мы его сразу не выбрали я же скажу а то что ты теперь не моя валентин валентин спасибо это авторская песня валентин валентин кто вас кто первым вас поверил кто сказал что вы поете первые говорили за что я бою первая и вы его ольга вы сказали да я я думаю мама папа бабушка так сокрушался когда ольга обменяла свой выбор во время то есть она сказал валентин я все уже встал но я доверюсь словам мужчин и я думаю ну как вот это интуиция стас огромное вам спасибо вашей команде так легко обозначить исполнителя потому что всю передачу ты стоял и готовился и это прямо было видно ты пропивал думал гортань опускал поднимал я грану стопудово певец спасибо валентин здорово с премьерой еще раз гляди спасибо тебе большое удачи до свидания песня желаем ее услышать очень много раз с премьеры тебя 50 тысяч рублей 50 тысяч рублей ваши пожалуйста забирайте счет становится 90 тысяч на 50 тысяч да пофиг мы заработаем дальше а сейчас крошечный буквально перерывчик чтобы вы могли отправить своим друзьям эсэмэску со словами включая тнт тут кайф мы скоро вернемся а у вас здесь один из самых рейтинговых проектов тэнта сериал получивший премию тэфи капец как круто и комедия с женщиной года в главной роли пафосно но по делу эта история могла бы длиться вечно но у всего есть конец слушай выпусти меня клянусь больше не увидимся ольга финальный сезон с 10 апреля 8 вечера на тэнтэ это музыкальная интуиция на тэнтэ мы здесь не бирюльки играем если конечно слоу бирюлька на птичьем языке не значит интуиция играем следующий раунд впереди наш следующий этап под названием демо-запись я подойду и покажу демо-запись демо-запись объясняю что будет происходить каждая команда выбирает теперь уже по одному участнику чтобы посмотреть его демо-запись в звукозаписывающей студии но дело в том что есть один нюансик там я немножко нахимичил и подтюнил голоса наших участников ты жука заматка но но с другой стороны я пошел на уступки и предлагаю теперь уже услышать голос нашего участника в живую наконец-то настоящий голос просто раньше мы только слышали это новинк новинк в нашем в нашем магазине новинки просто услышите как человек говорит вообще за правильный выбор в этом раунде команда получает 70 тысяч рублей они хотите вот на паритетных началах вот кто-то из нас два выберет кто-то из нас четыре просто что девчонкам было не обидно мы так и хотим итак начинает команда стаса да давайте либо два либо четыре так будет честно чтобы звери у нас есть логичный вариант человек который сам отправил демо-запись это участница номер два она присылала песня ну давайте номер два давайте давайте номер два я согласен номер два елена номер два смотрим-смотрим ой мороз мороз не морозь меня я всегда готова к сотрудничеству со звездами а вы готовы меня послушать я понимаю почему не взял ее песню вот такая вот демо-запись я думал будет легче немножко не кстати чуть чуть легче чем в прошлое спасибо за новинк новинк в нашем магазине азамат а можно вопрос это хотя бы песня о любви ну какая то что тебе было написано предложено а что те о чем те еще писать так кто по вашему мнению поет остался участник под номером два елена номер четыре наталья номер пять никита 7 радион 8 лана я бы послушала лану если честно но давайте окей решать интуиция типа что участницы номер восемь ты хочешь вот так да если я не права виноват артем я могу не привыкать ты же не против ты не против я не против а 28 радион не хочет ну не знаю можно посмотри просто надо поверить то что интуицию у женщин развита лучше чем у нас да ты угадал с этим с первым номером я угадал с этим а ну давайте отключим все эти мозги они нам нужны ну типа мы уже угадали а теперь уж извини короче короче все угадала пузова в самом начале я сказала номер один номер шесть поют я просто не успели записать это оля всех угадала сразу она всех знает просто я виноват что мы делаем вид что не нам нужно итак ваш выбор стас да ваш выбор я выбираю плану давайте попробуем лан лана номер восемь кнопка до ну что ж друзья выбор сделан участница под номером восемь лана пришло время узнать как поешь ты ну я надеюсь о по Двоёк, стопудвоёк, конечно! Субтитры делал DimaTorzok 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 Я. Я найду тебя. Я. Я найду тебя. Четко по тексту человек спел. Но нет, но вокальные люди, они будут... Это ваше соображение, поэтому вы можете выбрать из кого угодно. Давайте обсудим. Каллигеля на этик. Идите сюда. Ну, смотрите. Ну, мы все втроем согласны. По крайней мере, сошлись на том, что поет Родион. Правильно? Да. Да. Ну, просто по Елене сомнения есть. Есть. По Никите никаких сомнений нет, но нет. Пусть стоит. И Наталья. Ну, сомнения есть. А про Родион мы как будто все сошлись. Елена открывала рот как народник. Это мы заметили. Это невозможно не заметить. На самом деле, Оля, ты же поешь. Артем, ты же тоже поешь. О, точно, да. Ты за всю программу ни разу это не сказал. Ты же шаришь. Если вы вдвоем. Ты шаришь. Я шарю. Он так шарит, что настоял на Алексее. А я говорила, Валентин поет. Если вы вдвоем действительно уверены про рот Елены, то надо брать. Ставьте его. Смотри, ну, это ты согласен со мной? Она вот так вот как... Согласен. Ну, с другой стороны, как будто Родион тоже может быть. Поет, да. Да и Наталья как будто бы поет. Все понятно тут только с Никитой. Пусть стоит. Пусть... Да, все мы... Да, и деньги будут. Все нормально. Ну что, номер два или номер семь? Что думаешь? Подожди, она пишет треки. Ребят, ну вот правда, люди, которые... Сейчас я замат... Ну, люди... А зачем я думаю? К черту! К черту! Ты обещала не думать! Что вообще, что тебе пришло на ум? Да я не знаю! Кнопка! Кнопка! Номер четыре! Номер четыре! Кнопка! Два, 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 два! Ты думаешь два? Два, два! Я думаю два! Кнопа! А Родион нет? Я думаю два. Ребят, мы нажмем вам кнопку. Нам сначала показалось, что... Азамат, уходи на рекламу. Я так и сделаю сейчас. Друзья мои... Все, два, два, два. Мы долго думаем. Друзья мои, мы сейчас прервемся ненадолго буквально на рекламу. Дело в том, что Стас Костюшкин попросил немного передохнуть и сделать 17 бёрпи. Это невероятная схватка. Лучшие из лучших. Из лучших. Из лучших. Лучшие из лучших. Девять сильнейших экстрасенсов страны с возвращением. Экстрасенсы. Битва сильнейших. 1 апреля в 19.30. Премьера на ТНТ. Говорят, что темнее всего перед рассветом, а у нас жарче всего перед финалом. Это музыкальная интуиция на ТНТ. Ольга, итак, ваш выбор. Да всё, давайте вместе. Давайте выбираем номер два. Всё так и было. Она отправила Стасу песню народную. Он её не взял, потому что у него и так уже есть... Вам только сериалы на канале России писать. Да. Номер два. Давайте сделаем это вместе. Мам, пап, я согласен. Раз, два, три. Номер два. Всё, всё, два. Если что, я виноват. Изящными фалангами пальцев Ольги Бузовой они убирают участницу под номером два. Кстати, вы мой палец только нажали, а свои в сверху положили. Её зовут Елена. Елена. Фух. Я как мог. И тем не менее, пришло время узнать, как поёте вы. Пожалуйста, вы учите, как светят, посмотри, как ним, как ним. А надо было брать радиона. Заткнись, заткнись, ты ничего не понимаешь. По росту стали. У неё был пацаный рот. Пока меня ты ждёшь, не болей. Мы это почувствовали. Небо, 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 небо лей. Я бы мог сделать солнце ярче, чтобы растаял лёд. Ты бы мог, но между мной от тобой не холодно, не тепло. Я бы мог улыбнуться, но в этой песне только минут. Ты бы мог, но в этой истории слишком много, но... Я бы мог. Не бы, не бы, не бы, не болей Не бы, не бы, не болей Не бы, не бы, не болей Даже с боками нет и все, уж не болей μją continuum Н 앞으로, не бы, не бы, не бы, не болей Класс! Браво! Браво! Леночка! Браво! 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 Молодец. У тебя есть фан-группа уже. Заранее распечатали баннеры. Смотри. Расскажи нам о себе. Чем вы занимаетесь? Здравствуйте. Я пою. Я пишу песни. Так. Пилите его глазами, сколько хотите. Про Стаса все правда. Елена, а можно попросить кусочек хотя бы спеть из того, что упустил Стас? Сейчас. Давайте. Так, так, так. Стас, внимательно слушай, пожалуйста. А мы на спорте, с нами не спорьте. Все для хиштега, я после бега. А я помню. А мы на спорте. Оля, забирай, забирай. То есть, Стас, это ты не выбрал, а в самолете не поспали, а теперь песок в сандалии выбрал, да? Получается. Вот так вот. Да. Спасибо вам огромное, Леночка. Спасибо. Спасибо огромное вам. Вы приносите 70 тысяч рублей команде Ольги Бузовой. Спасибо. Ну, ничего. 130 тысяч на 90 тысяч. Мы проигрываем. Ну что ж, мы идем дальше. Впереди самое сладкое. Капитаны споют дуэти с участниками. Но прежде я приглашу того самого десятого участника. Нашего. Джокера. 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 Встречайте. Нурлан. Диазамат. Диазамат. У меня есть несколько фактов о нашем Джокере. Давай, записывай. Нурлан. Нурлан решил, что умеет петь только в 21 год. В музыкальное училище его не взяли даже по связям. У нас осталось 4 игрока. Всего 4 игрока. Капитанам предстоит выбрать участника, с которым они будут петь дуэтом. Четвертый раунд называется... Дуэты. Стоимость правильного, правильного, удачного выбора составляет в этом раунде 100 тысяч рублей. На кону победа в сегодняшней игре. Итак, первый выбирает себе в дуэт команда Ольги Бузовой. Я так и знала. Ты так и знала. Никита Бузов. Как нам кажется, Родиона поет. А когда кажется, значит не кажется. Так не поющий не может делать. Он слишком нарочито специально убирал микрофон, чтобы нас запутать. Типа он не попадает. Как будто мы мозг отключили такие. Далее. Наталья. Нас смутило вот это я найду тебя. Я. Я найду тебя. Я. Нас это смутило. 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 Будем честны. Но и Никита может петь. И Никита может петь. И не только. И не только петь. И мыться как муж. Потому что как раз таки... Не знаю, парни. Слушай, а для чего ты его держала всю программу? Если у этого шоу... Что просто стоял. А, просто стоял. Вот так всегда. Стой, 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 стой. Я пошла домой. Все. У шоу должен быть какой-то логичный финал. Да. Мне кажется, да и нам всем кажется, что очень красивый был бы дуэт. И не важно, поющий он будет или нет. С Никитой. Никитой и Олей. Ага. А вы кого выберете? Тоже Никитой. Ну что, Оль, у нас будет хороший финал или средний? Все зависит от Никиты, конечно. Поскольку у вас в финале так или иначе выступает Ольга, в любом случае будет финал. Он будет в финал. Финал будет. Финал будет. Финал будет. Потому что важно же не только начать, важно и закончить. Фами, ну, давайте... Надеюсь, это будет больше двух минут. На что вы хотите посмотреть? На что вы хотите посмотреть? Мы хотим посмотреть на тебя с Никитой. На тебя с Никитой. Пускай это будет начало плохого, какого-нибудь эротического кино. И знаете, в чем... Смотрите, Родион, скорее всего, поющий, а Никита тоже может петь. Но даже если Никита не поет, вы представляете, как на его фоне я буду петь. Вообще. Ты даже голову мужика затмишь. Давай. Да? Конечно. Итак, ваш выбор. Блин, я вам скажу, что он поет стопудово. Он поет стопудово. Он поет. Реально он поет. Ну и все, если реально он поет, нажимай пятерку. Ну и давай вот сюда. Все, я выбираю номер пять. Никита. Давай. Хорошо, выбор сделан. Ольга Бузова. И номер пять. Никита. Стас, теперь ваша команда. А, сразу. Ребята, хотите выиграть? Выиграть хотите, я спрашиваю вас в последний раз. Ты нас первый раз об этом спрашиваешь. И это последний. Понятно, дедушка. Это мой последний раз. Стас, представь себе дуэт с любым человеком. С кем бы ты хотел? Я бы хотел, честно. Номер семь. Я бы... Подожди, мы еще не решили. Все, просто ответил номер семь? Да. Да плевал на ваше мнение. Это вот наш капитал. Капихам. Выбор сделан. Ольга Бузова. И участник под номером пять. Никита. Стас Костюшкин. И участник под номером семь. Родион. А, нашего выбрали. Моего интуиции послушайте. Это вы нашего выбрали? Первым дуэтом на этой сцене будут Стас Костюшкин. Давай. И Ольга Бузова. И номер семь. Родион. Родион. Пришло время узнать, как поешь ты. Раз нас первым поставили, значит, он не поешь. Ну вот он, собственно говоря, час икс. Стас Костюшкин и Родион. Стас и Родион Костюшкины. Итак, смотрим. Стас Костюшкин. Родион. Костюшкин. Стас Костюшкин. Ром-дискотека, женщина не танцует, женщина, я не танцую, хватит улыбаться, нормальность с ориентацией, женщина не танцует, женщина, я не танцую, кого я не рисую, не умею, не танцую. Если он не поет, он его ударит. Давай, давай. Ладно, пойдем, не поет. Проснулся завтра, проспал завтра, ну здравствуй, детка, рядом жгучая брюнетка, настали сдача, ну что ж, я мачо, здесь все для человека, вечером в дискотеке. Женщина, не танцуй, женщина, я не танцую, хватит улыбаться, нормальность с ориентацией, женщина, я не танцую, женщина, я не танцую, никого я не рисую, не умею, не танцую. Молодец, братишка! Как умею, так танцую. Сразу коньячка захотелось. Заколдовала, закружила, меня с рассветом подружила. А это был стойкий, у барной стойки, и как бреду повторял эти строки. Женщина, не танцую, женщина, я не танцую, хватит улыбаться, нормальность с ориентацией, женщина, не танцую, женщина, я не танцую, никого я не рисую, как умею. Не умею, не танцую, женщина, я не танцую, не умею, не танцую, женщина, я танцую. Браво! Отлично, отлично! Родион! Отлично вообще! Супер! Расколол! А я сразу сказала, вот Родион, я сразу сказала, Родион, я сразу вот это вот, вот это вот, все эти... Я так ждал, у меня для тебя такая песня была. Ты что сейчас несешь? Я шучу, на самом деле, на самом деле, если честно, я всю программу стоял и думал, чтобы спеть Стасом Костюшкиным, это чистая правда. Я даже когда пришел сюда, я, когда вот вы выбирали, я стоял и думал. Хочу я тебя сейчас удивлю, Никита думал о том же. Ну я сразу понял, что вы его не выберете, это я сразу понял. Потом подручь, это что за история с профессиональным хоккеем? Я занимался 9 лет хоккеем, я жил вообще в городе Комсомольск-на-Муре, это очень-очень далеко, на Дальнем Истоке, в Сенце, один ответ большой. Сейчас я живу в Москве, я занимаюсь музыкой, пишу авторский материал, мой псевдоним Родос. Спасибо за ответ про хоккей! Это был Родион! Поздравляю! На самом деле, Стас, ты же сказал Родиону, да, если ты не поешь, я сейчас тебе стукну. Да, и по-моему, парень просто научился быстро петь. Моментально. Он спас тебе жизнь. Вот что же с людьми делает страх. Стас. И реально впервые. Страх Костюшкин. 100 тысяч рублей! 100 тысяч рублей! Оленька, пришло время. Пришло время поставить точку. Давай. И что людей стимулирует? Страх, о чем вы там говорили? Страх Костюшкина. Никита! Никита, мы тебе что врежем? Ну что, время. Вот кулак. Пришло время, дорогие друзья. Давайте объявить артиста. Давай-то попробуй-ка. Какой час мы тебя. Да, Никита. Не спеть. Мы, блин, с Артемом. Хрен с вами. Музыкальный факт. Ни один из участников группы Битлз не знал нот. Не верите? Но пока идет реклама, проверьте в интернете. Реклама на ТНТ. Ау, вы здесь? Один из самых рейтинговых проектов ТНТ. Это че? Сериал, получивший премию Тэфи. Капец, как круто! И комедия с женщиной года в главной роли. Пафосно, но по делу. Эта история могла бы длиться вечно. Ольга. Оль. Оленька. Чучоль. Оль. Оля. Ольга. Но у всего есть конец. Слушай, выпусти меня. Клянусь, больше не увидимся. Ольга. Финальный сезон. С 10 апреля. Восемь вечера. На ТНТ. Музыкальная инфляция. Итак, дорогие друзья. Супер-супер-дуэт. Подожди, надо Олю предупредить. Трогать нельзя. Мне нельзя трогать? Да пускай трогает. Она ради этого его не трогает. А почему я зачем тогда его выбрала? Трогать, что хочешь. Она всю передачу уговаривала. А Никита разрешит его трогать, Оля? Никита, вы можете... Оля всю передачу не трогала. Ой, ему нравится. Он моргнул. Супер-дуэт, дорогие друзья. Я думал, что никогда такого не скажу. Давай, Олька. Ольга Бузова. И Никита. На кону победа в игре. Смотрим. Розовые очки. Опа! Отлично! Пока все возбуждает. Блин, прикинь, охрененно поет. Рано доверилась, рано. Раны, 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 в сердце рванные раны. Почему ведет он себя, как странно? И внезапно вдруг она на дом поняла. Как раз так или нету, как вчера. Розовые очки бьются стеклами во внутрь. Девочка, что любит сильно, так легко обмануть А взрослела девочка, в сумке красная помада Больше ей такой любви Господи, пожалуйста, пожалуйста, Господи, пожалуйста Не надо розовые очки, бьются стеклами вовнутрь Девочка, что любит сильно, так легко обмануть А взрослела девочка, в сумке красная помада Больше ей такой любви Не надо, не надо, не надо По городу на скорости, музыка на громкости Вот и так бывает, у любви нет совести И сменился блеск никогда на юных глаз Ты вьюдь знал её сейчас Красная помада, чёрные очки И рядом уже совсем другие девочки И не позвонит никогда больше первой Ты научил её быть стервой Розовые очки бьют со стёкла Миза Девочку, что любит сильно, так легко обмануть Он идеально поёт, сумка и родственная помада Больше ей такой любви Не надо, не надо, не надо Не надо, не надо, не надо Розовые очки Бьют со стёкла Миза Внутрь девочка, что любит сильно, так легко обмануть Он прослела девочка И красная помада Больше ей такой любви Не надо, не надо, не надо Розовые очки Оля! 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 Спасибо Очень приятно познакомиться лично Ой, спеть Никита Ну, ну, ну как спеть? Ну, спеть Я спел Вы спели, да Вы же не сказали, какие конкретно правила Разве написано было в правилах красиво спеть? Нет Не написано, где? Ребят, зал Ну, разве я не красиво спел? Он красиво спел Значит, мы победили Значит, мы победили Самое главное, что мы думаем Не важно, что думают другие люди Вообще не важно Берите машину, и вы победили Езжайте в отель Слушайте, Никита Никита, забирай приз Не думал, что я тебе скажу вообще Неплохо выступил А, кстати Спасибо Неплохо Слушай, чем занимаешься вообще? Качаешься вообще? Качаешься? Я персональный тренер на самом деле Профессиональный спортсмен Многократный чемпион России по пляжному бодибилдингу По пляжному бодибилдингу? Да Типа отмороженного на пляже Это мощно Да, да, да Горячая кукуруза Горячая кукуруза Мы, мы честно Вот, мы не расстроены Конечно Потому что Мы в себя верили Мы тоже не расстроены Да, мы молодцы Он вышел и запел Слушайте, давайте поаплодируем Великолепный дуэт Кроме шуток Шикарный номер получился Спасибо Главное уметь призывать Удачи, удачи Спасибо До свидания Спасибо большое Ну что ж Никита дарит команде Стаса 10 тысяч рублей К команде Ольге Кузовой Впечатление Ну что ж Друзья Счет становится 200 тысяч 130 тысяч 200 на 130 На сегодня все Дорогие друзья Мы увидимся Через неделю Команды на двоих Сегодня заработали Целых 330 тысяч рублей И весь этот денежный приз Отправится В благотворительные организации Эти аплодисменты Вам Через неделю Мы начнем Новое расследование Завяжите узелок на память И пропустите музыкальную интуицию На ТНТ Вот здесь написано Пока Ничего не забыли Вам же интересно Как поют Оставшиеся участники Проверьте свою Музыкальную интуицию Прямо сейчас Ой мороз Мороз Не морозь меня Не морозь меня Моего коня Моего коня Музыкальную интуицию Музыкальную интуицию